Бендеры уже третий по счету город, принимающий передвижную выставку. Почти 100 портретов самоотверженных бойцов, отстоявших наше государство. Живые и трагически погибшие во время боевых действий. Эта фотовыставка посвящена им. Оформлением экспозиции занимался Федор Зотьев. По посещаемости я могу сказать, что в Дубосарах эту выставку посетило 300 человек, в Григориополе 585. Надеемся, что в городе Бендеры у нас будет более значительная посещаемость, так как это город непосредственно самый первый пострадавший. Год назад госслужба СМИ совместно с государственным учреждением «Приднестровская газета» организовали акцию, по условиям которой приднестровцы должны были найти фотографии участника или участницы боевых действий 1992 года и составить описание к этому снимку. Год работы. Все материалы опубликованы на трех государственных языках. Это нужно живым. И мы постарались сделать так, чтобы память о тех людях, которые героически выдержали натиск врага, осталась навечно в этом городе и нашем обществе. Это выставка лица новейшей истории. Жители разных городов и представители разных профессий. Новобранцы и опытные бойцы. Художник, сменивший кисть на автомат. Врач, принимающий раненых в подвале. И просто женщины-волонтеры на полевой кухне. За каждым портретом свой подвиг и вклад в общее дело во имя будущего этой земли. Конечно, с большим сожалению происходит то, что время идет, уходят, уходят матери, уходят вдовы. Говорят, нет будущего без памяти прошлого. Если мы будем помнить каждого о том, что произошло здесь в 1992 году, и постараемся осознать это. Особенно это касается молодежи, потому что старшее поколение, оно уже приняло все это. А молодежь, она только подрастает и начинает только видеть и смотреть и воспринимать то, что было. Сын Нины Кондратюк Александр служил в милиции. Заступил на дежурство как раз 19 июня. Сотрудник внутренних дел почти невредимым. Прошел через кровавое бендерское лето. Погиб в 1994 году при исполнении служебного долга от руки преступника. В 16-20 боевые действия начались. С первой минуты он вступил на защиту города. Вся милиция. И он служил от и до конца этих боевых действий. Он только говорил, мама, столько ребят погибло на моих руках. Я же вытаскивала их, и все, они довозили куда надо. Война забирает лучших и оставляет на пепелище покалеченные судьбы, инвалидов, молодых вдов, осиротевших детей, разбитые сердца матерей, любимых и друзей. Нельзя допустить, чтобы когда-нибудь такое повторилось. Поэтому познакомить молодое поколение с судьбами героев, которым мы все обязаны, – дело первостепенной важности. Пусть история тех трагических событий передается от отца к сыну, от деда к внуку. Сегодня мы пришли на эту выставку с нашим классом. Я считаю, что подобные мероприятия и выставки нужно проводить для того, чтобы мы сохраняли нашу память о бендерчанах и жителях нашей республики, которые подстаивали нашу свободу и наш мир. Это отличная выставка, и мы благодарны за отличные фотографии и интересные истории у этих людях и наших защитников. В бендерах передвижная фотовыставка пробудет до 28 июня. Следующим городом, принимающим эстафету славы и памяти, станет Каменка. Жанна Настас, Валерия Усвайская, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.